Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Я еще раз приветствую всех участников и гостей пятого форума социальных инноваций регионов. В первую очередь хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за его напутственные слова, за постоянное внимание к нашей работе. С момента проведения первого форума социальных инноваций прошло уже 8 лет. И я думаю, каждый из нас видит, какая масштабная, глубинная трансформация произошла в социальной сфере за эти годы. Активно развивается социальное законодательство, постоянно внедряются новые адресные меры поддержки граждан, семей с детьми, растет социальная ответственность бизнеса. На новый уровень выходит и частное государственное партнерство в социальной сфере. В социальную сферу пришла цифра, искусственный интеллект, технологии больших данных. Настоящий бум прошел в телемедицине. И можно с уверенностью говорить, что и наш форум нес большой вклад в эти реальные позитивные изменения, которые сегодня уверенно чувствуют миллионы граждан. Стал своего рода популяризатором лучших региональных практик. Главный адресат всех наших решений, предложений, инициатив – это, конечно же, люди. Это российские регионы, в том числе и наши новые субъекты федерации. В этом году участие в работе форума впервые принимают наши коллеги из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области. Мы искренне рады вас приветствовать. Основная тема форума «Современная Россия» – устойчивость к вызовам времени. За последние несколько лет наша страна столкнулась с таким мощным организованным давлением, под которым любое другое государство, включая тех, кто считает себя мировыми гегемонами, уже давно бы дали трещину. Но Россия в этих условиях не только держит удар, но и уверенно, не без проблем, не без трудностей, но уверенно идет вперед. По оценкам Всемирного банка, об этом недавно говорил наш президент, по итогам прошлого года мы стали пятой экономикой мира по паритету покупательной способности и одной из крупнейших экономик Европы. Буквально по всем ключевым показателям мы движемся значительно лучше любых прогнозов. И по моему убеждению, одна из главных причин такой устойчивости, такой прочности российского государства заключается как раз в его социальной ориентированности. Россия – социальное государство в соответствии с нашей Конституцией. И мы видим четкую позицию президента, что социальная сфера была, есть и будет приоритетом государственной политики нашей страны. Сегодня на поддержку граждан направлены очень серьезные ресурсы. Детский бюджет составляет рекордные 2,5 триллиона рублей. Ежемесячно помощь от государства получает около 9 миллионов детей. За пять лет введено 3,5 тысячи объектов первичного звена здравоохранения. Отремонтировано почти полторы тысячи школ. Строятся новые суперсовременные образовательные центры уже собственными планетариями, лабораториями, творческими мастерскими. В частности, один из них 1 сентября был открыт в Воронеже. Сейчас мы приступаем к решению задачи по созданию единой системы социальной медицинской помощи семье. Продолжается формирование современных университетских кампусов. Сформированы планы по кратному увеличению ввода медицинских объектов. По инициативе Совета Федерации реализуются проекты в области профилактики заболеваний и реабилитации. Это в том числе общественный проект «Профилактический щит России», всероссийский просветительский проект «Онкопатруль» и целый ряд других. Мы видим, что многие социальные инновации в регионах направлены сегодня на поддержку наших военнослужащих, участников специальной военной операции. Забота о них, о их семьях должна стать, что называется, эталоном, золотым стандартом социальной поддержки. Сейчас в каждом регионе созданы филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества». Я считаю, что в его работе полезно использовать социальный ноу-хау, предлагаемый регионами. Например, это цифровая платформа социального паспорта военнослужащего, которая впервые была запущена в Самарской области. Да и в каждом регионе есть свои новые подходы. В дальнейшем такие успешные механизмы, которые внедряются для поддержки участников СВО, можно было бы применять и для других категорий граждан, нуждающихся в помощи. Твердо убеждена, что социальная сфера способна сама формировать запрос на инновации, чтобы быть гибкой и технологичной, в полной мере соответствовать духу времени. Для этого необходимо, чтобы инновации внедрялись не фрагментарно, а комплексно, и чтобы те передовые проекты, которые сегодня создаются в Москве, в Петербурге, в других регионах-лидерах, быстрее запускались по всей стране. Одну из главных задач нашего форума я вижу в том, чтобы повысить уровень социального планирования в субъектах Федерации. В частности, это касается строительства социальной инфраструктуры. Порой субъекты начинают возводить масштабные объекты, которые в установленные сроки не получается ни сдать, ни оборудовать, ни обеспечить специалистами. Мы с вами всегда должны помнить, что социальная инфраструктура, естественно, создается для людей. И когда реальной отдачи от таких проектов нет, или их ввод в эксплуатацию затягивается на годы, то они, по сути, теряют свой изначальный смысл. Для того, чтобы сбалансировать потребности общества и региональные возможности, нам следует искать и новые пути. Возможно, стоит подумать о том, чтобы сформировать единые стандарты строительства социальных объектов с опорой на оптимальные технологические решения. Тем более, что успешный опыт у нас есть. Это проект, скажем, по созданию быстро возводимых корпусов в детских лагерях, который Совет Федерации реализует при поддержке правительства и с активным неравнодушным участием губернаторов. Проект имеет очень большой успех. Только на первом этапе мы охватили 15 регионов. И уже этим летом сразу несколько тысяч детей смогли приехать на отдых в новые комфортные современные детские лагеря. На втором этапе проекта до конца этого года будет построено еще 40 модулей в 16 регионах. И мы последовательно вместе с руководством субъекта Федерации будем продолжать эту работу. Еще одно ограничение, которое стоит на пути к более динамичному развитию социальной сферы, это многочисленные санитарные правила, требования противопожарной безопасности и другие административные нормы. Безусловно, такие требования должны быть, но, к сожалению, они нередко противоречат друг другу, не учитывают новые подходы и технологии, применяемые в социальной сфере 21 века. Все правила должны быть четкими и выполнимыми. И я считаю, что полномоченным ведомствам пора, что называется, с карандашом в руке пройтись по всем нормам и регламентам. И если они объективно не связаны с обеспечением безопасности, их нужно сократить, пересмотреть, актуализировать. Не могу обойти стороной и кадровый вопрос. В прошлом году, по оценкам экспертов, в нашей стране не хватало 26 тысяч врачей и около 60 тысяч медицинских специалистов среднего звена. Участковых врачей на селе в полтора раза меньше, чем необходимо, а фельдшеров в два раза. Практически в каждом регионе отмечается нехватка учителей. И говоря об инновациях, мы ни в коем случае не должны забывать о том, что основа социальной сферы – это в первую очередь кадры, квалифицированные специалисты. Данный вопрос также должен стать одним из центральных в рамках нашего форума. Ждем от вас предложений. Уважаемые коллеги, безусловно, я затронула далеко не все темы, но не сомневаюсь, что идеи предложения, которые прозвучат на наших дискуссионных площадках, обязательно получат практическое воплощение и будут работать на благо наших граждан и регионов. Хочу поблагодарить заместителя председателя правительства Чернышенко Дмитрия Николаевича Членов правительства за участие в нашей работе. Хочу поблагодарить глав субъектов федерации за ваше участие в форуме и за то большое внимание к социальной сфере, нуждам людей, которые вы проявляете ежедневно в своей работе. Прошу вас внимательно познакомиться с замечательной, масштабной, креативной выставкой, представленной на форуме. Уверена, что вы многое сможете внедрить и в своих субъектах. Ну и, конечно, самые большие слова благодарности нашим главным участникам, социальным работникам, для которых социальное служение – настоящее призвание. Спасибо за ваш нелегкий труд, за ваши такие большие добрые сердца, за неравнодушие и готовность в любое время прийти на помощь людям. Хочу, коллеги, пожелать всем нам эффективной работы, здоровья и успехов. Благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Спасибо.